Как будет двигаться общественный и частный транспорт? Где расположить остановки и парковки? Об этом с помощью схемы рассказывает начальник отдела по транспорту и связи. Организовали четыре полосы. Четыре полосы? Да, одна сразу на стоянку, одна сквозная, то есть это для автобусов, чтобы на рейсовых, которые на автобусной остановке. И также со стороны котельной, если мы заезжаем, одна сквозная полоса, одна полоса у нас идет на автобусную остановку. И две полосы на улице у нас. Юрий Поляков собрал очередное рабочее совещание, цель которого – избавить подъезды к вокзалу от транспортных заторов и дать людям альтернативу, добавив к платной парковке удобную, бесплатную. Я думаю, что парковка, альтернативная парковка при заезде на ЖД вокзал должна быть перед заездом. Я думаю, что просто должны быть правильные знаки, допустим, бесплатная опарковка. Навигацию хорошую сделать. Навигацию надо сделать, если он сюда подъехал, чтобы он не стоял здесь. Поехал, взял карточку, выехал и заехал на бесплатную опарковку. Или заезжал уже сразу отсюда. Схема есть. Нужно воплощать задуманное в жизнь, говорит Юрий Поляков. Работы много. Организация дополнительных полос движения, установка автоматизированной системы оплаты парковки, навигация по территории вокзала и так далее. Нам надо принять решение до курортного сезона все это воплотить в жизнь. Значит, мне нужна дорожная карта. Я хочу знать, как это будет выглядеть. На следующей неделе службы вновь соберутся, чтобы обсудить и утвердить дорожную карту.